Вообще, тут должно было быть другое видео, посвященное разбору статьи новой газеты про общественный транспорт. Сама статья достаточно хорошая, за исключением некоторых моментов, например, что за щедрое ассигнование УРТ там увидели. Но недавно я понял, что проворонил годовщину. Ровно год назад, 18 августа 2021 года, была запущена так называемая программа по оздоровлению УРТ, которой мы постоянно перемывали кости и было за что. Когда был достигнут рубеж в полгода этой программы, на моем канале вышло видео, посвященное итогам оздоровления. Ну а теперь, спустя год, я его переделаю, потому что кое-что изменилось. А вот что, давайте разберемся. Начнем с позитивных вещей, которые нам принесла данная программа. Во-первых, это повышение зарплат сотрудников. Я полгода назад говорил, что это было безоговорочно, но с тех пор был некоторый скандал, связанный с тем, что водителям автобусов убрали надбавку за, по-моему, экономию топлива или что-то такое. Ну, я сейчас показываю новость, наверное, на картинку вы можете ее почитать, что там за надбавка такая была. Второе, это повышение выпуска на автобусные маршруты. Тоже не безоговорок, поскольку на сегодняшний день выпуск составляет 111 автобусов. Год назад он был в районе 70-75, но изначально обещали, что к концу 2021 года выпуск составит 120 автобусов. То есть, да, он стал больше, но не настолько, насколько обещалось изначально. Плюсом к тому же, ради того, чтобы хоть как-то приблизиться к обозначенной цифре в 120 машин, была объявлена тотальная мобилизация работы отдела кадров в плане набора водителей автобусов. И новые водители направлялись преимущественно на 12-часовый выход для того, чтобы вот эту картинку максимального выпуска показать. Но об этом позже мы поговорим. Третий пункт, это ремонт цехов автобусного парка. Как-то в самой программе по оздоровлению об этом не говорилось, но не так давно депутат Гордума Алексей Захаров посетил автобусный парк, и ему там показали, что да, действительно ремонт ведется, какие-то там дыры заделали в нескольких цехах. Так что тут, да, тут починили. Четвертый пункт, это то, что набрали курсы водителей троллейбуса впервые с 2018 года. Одна группа уже отучилась, и бывшие ученики теперь троллейбусы водят, а уже вторая группа по счету сейчас ездит на учебной машине. Вроде как что-то должно быть по сбору третьей группы, но если что, вот вам рекламка, смотрите, если вы хотите, то приходите и уточняйте, что там с набором водителей троллейбусов. Пятый пункт, весьма неожиданный для меня. За последние полгода даже автобус стал куда стабильнее, но это чисто мои ощущения. Я теперь могу взять контрактное расписание, и оно будет более-менее верно. И даже на таких автобусных маршрутах, как 17-21, интервал в основном выдерживается. Хотя еще недавно там были какие-то совершенно жуткие вещи. Насчет троллейбуса я такого сказать не могу. Во-первых, потому что у них не было таких жутких вещей, какие были на 17-м том же маршруте. Но, во-вторых, у троллейбусников все еще есть недовыпуски, и некоторые рейсы они не выполняют из-за того, что у них нехватка то ли машин, то ли водителей, то ли того и другого. Шестой пункт. Вообще-то, не входивший в планы по оздоровлению УРТ. Это переход автобусов среднего класса на менее популярные маршруты. Изначальных, наоборот, направляли на самые популярные, на 17-й, потом на 21-й. Но потом одумались, и сейчас на 17-м пазиков нет вообще. На 21-м в будни ходят два больших автобуса, выходных пазиков там нет вообще. А пазики зато появились на автобусных маршрутах 15, 18, 23, и, скорее всего, с октября они поедут еще на некоторых не очень популярных маршрутах, уйдя с 21-го. Возможно, что даже целиком, но пока загадывать не хочу. И, наконец, седьмой пункт – это выплата долгов. Мы все боялись, что УРТ за счет лизингов очередных наберет больше долгов, но лизингов не случилось. Так что финансовая ситуация, особенно по сравнению с весной 21-го года, когда директор УРТ в открытую заявлял, что предприятие находится на грани фола, сейчас такого нет и в помине. Теперь, что касается плюс-минус. То есть, то вроде бы и хорошо, а потом хоба оказывает, что все плохо. Во-первых, это поставка запчастей. Должны были наладить своевременную поставку запчастей, но то и дело приходят новости, что то тендер не состоялся, то еще что-то, то запчасти задерживаются. В общем, проблема эта осталась. То же самое касается и покраски. Иногда УРТ получает очень много краски, начинает красить буквально все подряд, но потом краска заканчивается, и подолгу ее нет, и доходит до того, что те троллейбусы, которые не покрасили, когда была краска, начинают выглядеть как черт. И да, я все это время говорю про троллейбусы, потому что с покраской автобусов все вообще плохо. Третий пункт – это бережливое производство. По идее, это основной пункт программы по оздоровлению, тем более, что данную программу курировала организация жены любимого, занимавшаяся этим бережливым производством, но итогов его не особо наблюдается. Четвертое – изменение маршрута. Вообще-то это скорее плюс, чем минус, потому что большинство изменений существующих маршрутов и создания новых были логичными. Это изменение 21 автобуса, сокращение трассы 12 троллейбуса, изменение 7 автобуса. Много ругали 10 автобус, что так вот его изменили, и говорят, что якобы смысл данного маршрута понесен только Синякову, начальнику управления транспорта уже бывшего. Но я вам скажу так, в вечерний час пик 10 автобус вполне себе заполняется, что в сторону Московского, что в сторону поселка Мехзавода. И ничего страшного, то есть маршрут вполне себе востребован, уж точно востребованнее, чем какой-нибудь там второй троллейбус. Но второй троллейбус – это крайне специфический маршрут, потому что он объезжает все места, где пассажиры ждут транспорт, а 10 автобус по этим местам все же проезжает. Но почему я это отнес плюс-минус? 16 автобус. После того, как его изменили и лишили заезда в центр, во-первых, у Южного потерялась прямая связь с центром города, ее до сих пор не вернули, хотя обещали, что что-нибудь да сделают. А во-вторых, начался, ну, практически цирк под названием «Мы пытаемся выбить коммерческий дублер в виде 33 автобуса». То есть там постоянно какие-то гонки, скандалы, интриги, расследования. Но уровень сервиса, конечно, оставляет желать лучшего. Теперь по минусам, которые остались. Первое – это закрытие маршрутов в Тихую. Да, их стали закрывать достаточно редко, по сравнению с тем, что было в начале 2021 года. Но это во многом из-за того, что тогда успели позакрывать все, что плохо лежало. А так, началось еще с 8-го троллейбуса в августе 2021 года, потом 15-й троллейбус в конце 2021 года, ну, и еще 4-й автобус в июле 2022 года. При этом было и тихо открытие маршрута, 18-й автобус в июле 2022 года. Второй пункт – это отношение к автобусу. Потому что, ну, взяли БУ из Москвы, и, как мне кажется, почему автобусы стали реже ломаться, это потому, что выбор автобусов у УРТ стал больше. В итоге число автобусов у УРТ уже под 200, а на линии, как я уже сказал ранее, 111. Третий пункт – по поводу набора персонала. Отдел кадров неожиданно хорошо заработал в конце 2021 года. Они там сделали красивые картинки, начали ими спамить всюду. А потом это, бац, и исчезло. И в итоге не видно, что набирается персонал, особенно в рембазу. Ну и четвертое – это, что я уже мельком упомянул, работа в вечернее время. Из-за того, что нужны были циферки, новых водителей направляли на 12-часовые выходы, и таким образом выпуск официальный увеличивался. Но вечером, как было сгульки нос автобусов, так их и осталось. Попытались это пофиксить путем сдвига 12-часовых выходов на более поздние часы. В итоге наибольшее количество автобусов ездит не в утренний или вечерний час пик, а в 11-12 часов дня. А вечером так и остается считанные 2-3-4 автобуса на каждом более-менее популярном маршруте. И это я еще не говорю про 13-й автобус, где ситуация вообще совсем печальная со всеми этими выходами. Теперь о том, что стало хуже. Первое – это система оплаты. Из-за того, что набирают водителей, но не кондукторов, в разы увеличилось количество автобусов и троллейбусов с оплатой у водителя. Таким образом, народ идет оплачивать переднюю дверь, или оплачивает вообще по ходу движения. Таким образом, водитель троллейбуса превращается, по сути, в водителем маршрутки. И что самое грустное – никто в этом не видит ничего плохого. То есть мы спрашиваем, может быть, поставить валидаторы такие, которые не будут, выдавать чек, если оплата производится банковской или транспортной карты. Если у тебя наличные, ну ладно, иди к водителю. Нам говорят что-то типа, ну есть федеральный закон, который требует, чтобы был выдан билет в виде чека. Но ведь в других городах работают аналогичные системы, и они не выдают чека. Ну, Москва – это не Россия. А я вообще-то говорю про Тверь. И тут начинается зависание. Вкупой с недавним дефицитом бумаги эта тема встала наиболее остро, но, к сожалению, она не пошла куда-то в законотворческое русло. И второй пункт – падение выпуска на троллейбусные маршруты, которая продолжилась. Да, в основном выпуск упал еще до программы по оздоровлению весной 2021 года. Но и за время ее действия он падал с примерно 85 в августе 2021 года до 79 в июле 2022. Ходит даже слух, что именно после того, как народ заметил, что в разгар программы по оздоровлению УРТ выпуск на троллейбусы падает, все же опомнились и решили запустить курсы водителей троллейбуса. И непонятно, пойдет ли обратный процесс, будет ли выпуск увеличиваться, потому что водители, ну да, их набирают, но в небольших количествах. Новые машины, ну да, будут, но не значит ли это, что спишут просто старые один к одному. Третий пункт – это обман. Я уже сказал про 120 автобусов к концу года. Второе – это отчет по выпуску. Когда выяснилось, что выпуск на троллейбусные маршруты так-то падает, почему-то о выпуске троллейбусов официальные лица предпочитали не говорить в принципе. И когда отчитывались о работе общественного транспорта, упоминали только о повышении выпуска на автобусных маршрутах. Притом иногда это преподнося, как выпуск на маршруты УРТ увеличился с 45 машин до 90. Не упоминая, что речь идет только про автобус, а то и вовсе 90 машин говорили, что это весь общественный транспорт города. Ну и последнее на добивочку – это ремонт второго троллейбусного депо, который был прописан в программе по оздоровлению УРТ, но к нему не приступили до июля 22 года, когда вообще прошла информация, что депо хотят закрыть. Точнее не хотят, а рассматривается возможность закрытия второго депо. Эту идею обломали и ремонт вроде как начался, но пока не дошли до самого главного, до цехопланового ремонта, без которого темпы ремонта троллейбусов в Рязани еще сильнее упадут. Куда ж сильнее, но вот мы увидим, куда ж сильнее. Я думаю, что можно сказать, что программа по оздоровлению УРТ 21 года отработана полностью, поэтому ее окончательный итог следующий. Ну да, стало немного лучше, ну да, стало немного стабильнее, но в общем и целом нет вот этой тенденции, что в УРТ стало прям реально лучше. То есть вот этот большой выпуск на автобусный маршрут, его достаточно легко обрушить. Если вдруг массово начнут ломаться московские лиазы, то начнется ужас. Но я так думаю, что ужасы... Не будет! Черт да и черт! Потому что придут вот-вот новые машины, и они более-менее что-то там дозаместят. Ну а самое печальное, что, по идее, программа-то должна была быть заточена под внутреннюю работу предприятия, но что-то не видно, что ремонтная база стала работать лучше, что с автобусами, что с троллейбусами. Именно гораздо лучше, чем было. Но зато с финансовым состоянием действительно лучше стало. В общем, посмотрим, что подготовят в новой программе по оздоровлению УРТ уже 22 года, с новым губернатором. И пока что о ней никакой информации нет. Более того, ее задерживают. Что-то это мне напоминает очень сильно. Ну а на этом все. Продолжение следует...